Друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы затронуть тему, которая недавно появилась в сети интернет. О том, что московская биржа перевалила порог клиентов в 5 миллионов. Знаете, очень интересная новость на фоне того, что по всему миру бушует пандемия коронавируса, и люди совсем недавно закупали гречку, туалетную бумагу, старались экономить, но какая-то часть из них очень быстро ломанулась на финансовый рынок. Я не буду говорить о том, что большая их часть, конечно же, мало что в этом понимает. Это вряд ли хотя бы 80% из тех, кто пришли, решили пройти какое-то обучение, получить какие-то тонкости, азы того, как вообще это делать. Но со всей этой статистикой, конечно же, не все так просто. Если мы будем смотреть по тому же самому Сбербанку, то обнаружим, что это самый большой, это просто лидер по количеству мертвых душ, которые якобы торгуют на финансовых рынках. Но к Сбербанку мы еще вернемся. Сейчас хотелось бы понять, что именно спровоцировало людей пойти на московскую биржу. Я думаю, первая причина ясна. Это, конечно же, нашумевший закон о том, что с 2021 года будут вводиться отдельные налоги на банковские вклады свыше 1 миллиона рублей. Многие люди немножко не поняли, какое отношение вы имеете к нашим деньгам и, соответственно, начали вводить деньги в кэш. Мне изначально не нравилась вся эта история автоматизации того, что всех нас начали переводить на безналичную оплату. Массу дополнительных плюшек делали именно за то, что мы пользуемся безналом. И по факту вот мы сейчас прямо начинаем расплачиваться за эти ошибки. Конечно же, наличные деньги это не самый безопасный вариант, чтобы их хранить. Но всегда есть банковские ячейки, в которые вы можете их отнести и какие-то другие инструменты. Так вот, про другие инструменты, я думаю, многие люди и вспомнили, побежав с чемоданами денег непосредственно на биржу. Второй момент, конечно же, всем понятно, что история с коронавирусом так быстро не закончится, чтобы нам об этом не рассказывали. Экономика рушится, многие люди потеряли рабочие места и нам прогнозируют при этом при всем вторую и третью волну коронавируса, которая также будет обещать нам и блокировки, и карантины, и самоизоляцию. Кстати говоря, ту самую самоизоляцию у нас совсем недавно узаконили и сделали ей официальное, так скажем, законное обоснование. И в скором времени такое понятие как самоизоляция прочно укрепится в наших законодательных актах. Если говорить о том, насколько скоро будет вторая и третья волна, то, конечно же, можно вспомнить недавнюю ситуацию с Китаем, где 100 миллионов человек закрыли на карантин, чтобы избежать дальнейшего заражения. Просто для сравнения, это две трети всего населения Российской Федерации. Прямо намного больше, чем было в момент самого начала эпидемии, когда закрывали, ну такой достаточно большой, конечно, по российским меркам, но достаточно средненький по меркам Китая город Ухань. Итак, вернемся к московской бирже. Она зафиксировала отметку в 5 миллионов трейдеров. Это очень классно, очень многие люди пошли в попытках заработать. Это, во-первых, говорит о том, что все-таки наше население постепенно молодеет, становится более активным в сети интернет и, соответственно, ищет какие-то новые способы сохранить и приумножить свои деньги. Это очень здорово, потому что в Америке это делают уже 100 лет и, наконец-то, это дошло и до нас. Другой момент, я не очень уверен в том, что это действительно профессиональные люди. И я очень надеюсь, что за счет того, что они пришли не на рынок Форекс, а именно на фондовую биржу, шансов потерять свои деньги у них не так много. Удивительно, да? Но, по сути дела, на Форекс точно нельзя приходить полностью неподготовленным на фондовом рынке. В принципе, вполне возможно, как-то, что-то, каким-то методом интуиции или читая новости, где-то что-то заработать. Немного, но заработать. Как я уже говорил в самом начале, мы обязательно вернемся к Сбербанку. И на самом деле все не так однозначно. Категория клиентов, которые пришли на московскую биржу, делится на три части. Первая, это, естественно, активные трейдеры, которые торговали и до этого. И это основной такой костяк того, что составляет московскую биржу. Второе, это пассивные инвесторы. Ну, грубо говоря, твой знакомый недавно снял с банка там 300-400 тысяч рублей с вклада, да? И подумал, ну куда бы мне инвестировать эти деньги? Вот он заходит на биржу и смотрит, ага, акции Сбербанка. Я теперь буду его акционером. Он теперь не будет мне так пальчиком грозить и там какие-то проценты у меня забирать от моего вклада. Ну, в общем, шутки шутками, но по сути дела многие люди просто скупили акции компании и держат их год, два, десять лет, сколько они хотели держать свой вклад. Хорошая история, потому что есть дивиденды, есть возможность того, что стоимость акции будет расти. И я думаю, что это однозначно лучше, чем держать свои деньги в банковском вкладе под 6 или 4 или 5 процентов годовых. Я не знаю сколько там, но знаю, что очень мало. Третий тип это как раз таки те самые мертвые души, которыми славится Сбербанк. Вот если посмотреть по статистике, то Сбербанк первый по числу клиентов, но при этом является пятым по количеству активных трейдеров. Что это означает по сути дела? Когда вы открываете счет Сбербанка или какие-то другие услуги берете, вам сразу же навязывают открытие брокерского счета. И вы можете им совершенно не пользоваться, но это будет часто в условиях того, чтобы получить какую-то плюшечку. По сути дела вы даже не в курсе того, что у вас есть какой-то брокерский счет, как им пользоваться. Ну так в курсе, но буквально на бумажке где-то там поставили галочку. Вы никогда к нему не вернетесь. И по сути дела все это делается для чего? Для того, чтобы на бумаге Сбербанк был красавчик. Вот поэтому если исследовать из данной точки зрения, то конечно же особенно большого прироста, ну вряд ли мы увидели. Просто нашлись люди, которые ранее вкладывали в банк под небольшой процент. Сейчас они поняли, что ну наверное эффективнее и надежнее в наше время вкладываться в акции компаний. Не понимаю правда почему они выбрали именно российские. Потому что мне кажется зарубежные компании все-таки для этого подошли побольше. С учетом того, что доллар постоянно растет по отношению к рублю. И это было бы как-то более логично с точки зрения грамотности вкладов. Но по сути дела, конечно же многие пришли осознанно. Я не знаю какое это число в процентном соотношении, потому что никто нам эту статистику не покажет. Но если вы посмотрите статистику поисков в браузере, то убедитесь, что запросы в формате как заработать в кризис, как заработать на акциях, что такое московская биржа. Просто безумный бум, безумный всплеск именно в формате вот этого периода, когда началась паника из-за пандемии. Соответственно это те самые люди, которые поняли, эта ситуация быстро не закончится. Нужно что-то предпринимать. Нужно как-то сохранить свои деньги. Держать их под подушкой собственно говоря опасно, особенно в подобные времена. Поэтому поищем какие-то другие способы заработка. И в этом как никогда, конечно же, очень хорошо подходит фондовая биржа. И покупка акций, в принципе, я думаю, что сегодня доступна абсолютно каждому жителю нашей страны. И при всем при этом интересе к фондовой бирже у обычных частных трейдеров, инвесторов, очень интересно посмотреть на то, чем сейчас занимаются крупные. Так вот, крупные игроки в большинстве своем начали выходить в кэш. И здесь, в общем-то, тоже все понятно. Любой управляющий крупного фонда, который берет ответственность под огромные суммы, разумеется, не будет торговать на подобных рынках. Совсем недавно нефть у нас стоила ниже нуля. Курсы фондовых индексов просто рушились вниз. Сейчас вроде бы как все заявляют о том, что экономика восстанавливается. Но при этом весь мир до сих пор, по сути дела, на карантине. Обещаю вторую-третью волну. Непонятно, что будет дальше. И, конечно же, с точки зрения управляющего, на таком рынке торговать ни в коем случае нельзя, потому что ответственность очень большая. И лучше этот период переждать и дождаться какого-то понимания того, что же будет в дальнейшем. Кстати говоря, по этому же примеру действует сейчас Уоррен Баффет, который также вводит свои инвестиции в обычный понятный кэш, распродавая все активы, которые были накуплены ранее. Вот такие вот подсказки для тех, кто сейчас еще грезит мечтами заработать в кризис. С вами был Антон Рожновский. Не забудьте поставить свой лайк, напишите любой комментарий и до встречи в новых видеовыпусках. Конечно же, подпишись и нажми на колокольчик. Пока!